МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 10.18 капсула совершает мягкую посадку в степях Казахстана. Это штатный полигон для кораблей «Союз». Изначально для посадки задали две точки. Одна из них в районе города Арклык, но его окрестности затопило. Приземляются севернее Жесказгана. На месте посадки поисково-спасательная группа. Более 200 человек. Вертолеты, самолеты и эвакуационные машины наблюдали за спускаемым аппаратом и в центре управления полетами. Путешествие ДМКС до Земли заняло почти 3,5 часа. За это время скорость корабля снизилась с 28 тысяч километров до нуля. За время пути корабль разделился на три части. Бытовые приборно-агрегатные отсеки сгорели в атмосфере. Остался только спускаемый аппарат с космонавтами. После космического полета экипаж не может самостоятельно выбраться из корабля. Для этого и нужна спасательная группа. Командир россиянин Олег Новицкий, астронавт НАСА Лора Лухара и белоруска Марина Василевская. Ей подарили цветы и матрешку с ее изображением. Мы знали, что нас ждут из земли, и поэтому это грела душа. Беларусь здесь, я очень рада. Думали, можно еще было бы летать пару недель. Если не хочется, мы, наверное, на шутку оказавших коллег. Все. Мои ощущения, невероятные эмоции. А вот командир экипажа после посадки не отказался от белорусского березового сока. Для него это уже традиция. В космосе он в четвертый раз. Спасибо всем, кто у нас ждал сегодня. Всем, кто организовал нашу работу. Ваш очень благодарен. Привезутся, все замечательно. И здоровайтесь. Полет белорусский в космос – инициатива Александра Лукашенко. Поэтому президент следил за всеми этапами посадки. Эмоции самые тяжелые. Потому что ночь бессонная. Я смотрел в прямом эфире отстыковку спускаемого аппарата. Конечно, моя ответственность в том, что, не дай бог бы, что случилось – это вся вина на тебе. Поэтому я, конечно, рад, что все нормально случилось. Пересмотрел несколько раз эти кадры в прямом эфире. И я очень доволен, что все закончилось. И сам себе подумал, ну больше в эту игру я играть не буду. Путь в космос Марина Василевская занял два года. В национальном кастинге на полет было более трех тысяч участников. В финал вышли две белорусские – основной кандидат и дублер. Программу подготовки сократили с пяти лет до восьми месяцев. На МКС Василевская провела 12 суток. Выполнила семь научных экспериментов. Занималась спектральной фото- и видеосъемкой поверхности планеты с помощью белорусского оборудования. В программе также опыты лактоферин и проксибиотик. С помощью последнего белорусские ученые смогут создать продукт, который поможет космонавтам адаптироваться к невесомости и непривычной пище. Белорусская сторона заинтересована, чтобы то, что произведено, то, что создано нашими учеными, получило дальнейшее развитие. Лактоферин, белок и проксибиотики – они очень востребованы российской стороной. Через девять часов после приземления прилетают в Чкаловский, а затем и в звездный городок, где Новицкого и Василевскую встречают родные и близкие. Но близко не подпускают карантинные меры. Даже цветы передают врачам. Сказали, больше четырех метров не подходить, но цветы передали. Стрепятом сердце. Наблюдали, как это мы в дороге были. Наблюдали уже, как проземляется. Эмоции перевыполняются. Переживали. Слезы капали сами по себе. Космонавтам предстоит пройти реабилитацию в профилактории «Звездного городка». В программе медобследования и восстановительные процедуры. Как чувствуете себя? Замечательно. Хорошо. Немножко оставим. Давайте. Галина Пузына, Александр Дашук, Тимофей Чаплинский, Кристина Сафронова. Программа «Вместе». Программа «Вместе».